Музей, где экспонаты можно не только потрогать, но и поиграть с ними. Настоящая находка для детей. Но в киевском экспериментариуме впадают в детство даже взрослые. Баловство тут вовсе не возбраняется. Услугам посетителей качели, лабиринты и барабанной установки. Впрочем, как и в любом музее, кроме хорошего настроения, тут можно подчеркнуть и полезные знания. Экскурсию проводила Алина Темнова. Маятник Максвелла. То, с чего мы начинаем каждую экскурсию. Один из вечных двигателей, который был создан в виде маятника. Его дети часто сравнивают с йо-йо. Принцип работы – превращение кинетической энергии в потенциальный толчок, подъемы все заново. Но из-за силы трения он все равно останавливается. Так что вечным двигателем маятник Максвелла не стал, но в киевский музей-экспериментариум попал. Родной брат Московского еще десятка подобных площадок по всему миру. Экспонаты трогать, шуметь громко, на ударной установке играть, законы нарушать. Ух ты, какой сильный. Круто, да? Подвижные блоки уменьшают вес тела в два раза. Это иллюстрация золотого правила механики. В экспериментариуме более 200 экспонатов. Возле каждого инструкция и описание явления. Но лучше во всем разобраться помогут экскурсоводы, тоже необычные для музея. Когда мы заходим или запускаем сюда людей, мы просим их выставлять руки вперед, потому что то, что кажется проходом, на самом деле может быть зеркалом. В зеркальный лабиринт без проводников не пускают ни комната страха, но реальность искажена опасна. Это не похоже, что это вообще все реально? Ну, такое. Фантастическое. Забавно, что это можно потрогать, прикоснуться и можно спросить, почему это так и отчего. Я в школе была не очень сильна, поэтому я здесь на уровне детей. А этот коридор и вовсе кажется бесконечным. Сотрудники экспериментариума шутят. Он ведет прямо в метро, они так на работу ходят. На самом деле там в бесконечности всего два зеркала. Еще из любимых спецэффектов цветная, а не черная тень, огромные мыльные пузыри и домашний торнадо. Это пар, вентилятор сверху и поток воздуха по бокам. Вот весь секрет. Здесь столько же игры, сколько и полезных знаний предупреждают в музее и приглашают в экспериментариум не только детей. Алина Темнова, Светлана Козленко, Дмитрий Власов, Борис Брыкин. Вести.